Глубоко уважаемая аудитория, меня зовут Колодова Фальсан Михайлович, если кто из нашего музея не знает. И вашему вниманию предоставляется мне акция на тему славяне верхнего паучия на рубеже тысячелетий. В афише была заявлена тема просто славяне верхнего паучия, но немножечко подкорректируем, все-таки слишком широко звучит, потому что нас с вами тоже можно назвать славяне верхнего паучия. Нет, здесь пойдет именно речь о славянах до государственного периода, то есть к концу первого, начало второго тысячелетия нашей эры, конкретно территории Верхнего Афи. Итак, пожалуйста, территория Верхнего Афи на карте Восточной Европы. Она представляет собой течение реки-реки от песока до среднего течения. И помимо непосредственного русла реки, имеет ряд трудных притоков, такие как Упа, Угра, Протван. А где Упа? Покажите. Прямо вот по ней проведите. Пожалуйста. А Супрута где там? Ну, Супрута еще дальше будет карту показывать. Очень хорошо. С Крутными Притоками, которыми, собственно, и были привязаны большинство славянских памятников к реке-реке и ее Крутным Притокам. Ну, и к второстепенным притокам также. Карактеризуется территория Верхнего Паочья, прежде всего, разделением природных зон. Это граница лесной и стекной зоны. Достаточно узкая полоска, километров 40, приходится на лесостекную зону. В историческом плане данная территория интересна тем, что представляет из себя водораздел двух крупных водяных артерий – реки Аки и реки Дона. Вот здесь располагается Иванозеро, откуда выдекает река Шат, впадающая в Упу, и, собственно, река Дон. Таким образом, данный регион представляет из себя очень важный отрезок речного торгового пути. И, собственно, это свойство данной территории в дальнейшем и определило его историческую судьбу во многом. Непосредственно в рассматриваемый нами период произошло весьма крупное, интересное и важное для всей последующей российской истории событие так называемая славянская колонизация данной территории. Славянская колонизация Верхней Аки. Славянская колонизация Верхней Аки происходила не в один прием, а в два приема. С одной стороны, сначала это период конца 8-го, начала 9-го века по середину 10-го века, так называемый первый период славянской колонизации. И после этого второй период славянской колонизации происходил уже, когда происходило присоединение этих территорий к древнерусскому государству. Когда мы говорим о первом периоде, непосредственно нас в данном докладе, лекции интересующим, мы говорим о так называемой роменской археологической культуре. Славяне данного периода являлись носителями роменской археологической культуры. А летописные сведения о представителях этой культуры весьма скудны. Наверняка все помнят эту еще со школы, с уроков истории строчку из повести временных лет. А вятичи, родимичи и северо, один обычай и мяху, в лесах же вяху, едащи всякое нечистое, а же и всякие звери, срамословие и мяху пред отцы и так далее. То есть вот эти три племени, родимичи, вячи и северяне, собственно и являются носителями так называемой роменской археологической культуры. Роменская археологическая культура до 9 века для нашей территории не была характерна. Памятников этой культуры на нашей территории нет. Появляются же наиболее ранние памятники 8 века данной культуры на территории Днепровского левобережья. Днепровского левобережья. Вот он располагается. Это левый берег Днепра с крупными притоками Десна, Сейм. Сейчас это территория Черниговской губернии, Сумской, на территории Украины и частично России. Непосредственно с этой территории и началась колонизация наших, скажем так, верхнеполоческих мест. Но не только наших, в том числе. В более поздний период 9 века была колонизирована территория Верхнего Падонья и вот потом территория Верхнего Падонья. Собственно, Роменская археологическая культура, она и называется Роменская по эпонимному памятнику городища Ромны, которая располагается к Сумской области. Вот как раз на реке Сейм. Как раз вот в реале классической роменской культуры. Собственно, в 9 веке начинаются оттуда большие миграции населения. Видимо, в силу каких-то геополитических причин, поскольку данные территории в то время находились под администрацией Хазарского Каганада. И, видимо, за какими-то надобностями, интересами хазарских властей началось определенное переселение с тех мест на территорию Верхнего Падонья. Очевидно, это связано с функционированием торгового пути, который был необходим, собственно, к хазарской администрации. На данной карте представлены основные памятники славянские данной территории Верхнего Падонья и особо выделены городища Супрун. Об этом мы поговорим позже. Как наиболее крупный памятник и своеобразная административная столица данной славянской территории. Памятники славянские роменской культуры, как мы уже говорили, можно условно разделить на два периода. Это памятники раннего периода и памятники позднего периода. Их отличие прежде всего в археологическом плане. В наличии на данных памятников или отсутствии ранней куровой керамики. То есть, керамики, которая была вылеплена вручную, а потом доработана на гончарной кругу уже после выведения формы. Исторически эти два вида памятников можно разделить так, во время функционирования торгового пути и после угасания функционирования торгового пути. Поэтому памятники первого периода, в том числе и городичьи Супрута, располагаются вдоль крупных рек. Это река Ака непосредственно. Река Ака. Река Ака и река Упа. И существуют эти памятники, очевидно, для лучшего функционирования торгового пути. Видимо, там давали приют и ночлег купцам, помогали в обслуживании судов, в переволакивании их, там, где были узкие и мелкие места рек. Памятники же второго, в более позднего периода, они же располагаются по мелким притокам рек. И, во-первых, очевидно, это связано с тем, что функция их, как перевалочных пунктов для торговых судов, отпала. Ну и, видимо, под угрозой военной опасности с реки, они стали, славяне, селиться на местах от русл крупных рек удаленно. Следует сказать несколько слов о, скажем так, характере памятников. Ну, виды памятников существовало, как обычно, два поселенческих, они говорили. Это селище и городище. Городище – это укрепленное поселение, селище – это поселение открытое, неукрепленное. Наиболее лучше исследованы, понятно, поселения укрепленные, то есть городище, а поселение неукрепленное всегда отводилось, скажем так, немного второстепенной роль в археологии. Наиболее характерным моментом для периода колонизации, первой волны колонизации славянами Верхнего Паочия заключается в том, что славяне не создавали собственных городищ. Придя на территорию Верхней Ольги, они селились на брошенных городищах предшествующих населения. Об этом мы поговорим позже. И, собственно, продолжали жить на этих поселениях, и никаких ремонтных работ по возведению укреплений или дополнительных укреплений они не проводили. К тому моменту, когда славяне переселились на данную территорию, крупные укрепленные поселения предшествующего баловского населения, так называемой мощностью и культуры, уже были давно необитаемы, и, собственно, укрепления их превратились в так называемые валы. Ну, вот вы видите, площадка памятника, городища Супруты, площадка памятника и вал. Вал – это, собственно, то, что остается от разрушившихся и сгнивших укреплений. Но по прошествии некоторого времени появляются памятники, которые обладают непосредственно славянской системой укреплений. Наиболее характерны городища Тимофеевка и городища Кетрия. Если посмотреть на планировку этих двух памятников, сравнить городища Супруты и городища Тимофеевка и Кетрия, видно, что на поселении Супруты вал располагается только с одной стороны, а на поселении Тимофеевка и Кетрия укрепления окружают площадку городища со всех сторон. Это как раз связано с тем, что сооружение укреплений по периметру поселения – это славянская традиция, которая была известна еще в ромерских древностях в Поднепровье. А сооружение вала только с одной стороны городища, с той, которая не является защищенной какими-то природными барьерами в виде обрага или обрыва, это традиция более ранних местных, скажем так, аборигенов, которые жили здесь вот до славян. И вот по этому моменту также различаются памятники позднего и раннего этапов первой волны славянской колонизации. По пришествию на данную территорию славяне, переселившись из Верхнего Поднепровья, разумеется, столкнулись с проблемой разницы в климате и природных условиях. Потому что на территориях Левобережного Днепра температура на 3-4 градуса средняя годовая выше, чем на нашей территории. И степные ландшафты там преобладают больше. И поэтому классические славянские жилища на территории Верхнего Поднепровья представляли из себя полуземлянки. Полуземляночные жилища, вот слева представлено классическое славянское жилище. Как вы видите, представляет из себя углубленный в грунт котлован, над которым сооружена конструкция, крыши засыпаны дерном, и печь вырезана материком Останце. Когда славяне переселились на нашу территорию, то жилища стали очень быстро эволюционировать. Если при самом начале переселения еще встречаются углубленные в грунт жилища, но уже не такие глубокие, с надстроенной верхней частью и печью, сложенной из камня, печью, сложенной из камня, а не вырезанной на Останце, то в дальнейшем, уже в середине IX века, в конце IX-начале X века, они представляют из себя наземные постройки, срубные, либо жилища на подклете. То есть существовала нижняя часть жилища, на которой возводилась так называемая жилая часть жилища для лучшей циркуляции горячего воздуха при окоплении. И, собственно, такая традиция сохраняется практически до наших дней. А на территории левобережной Украины, и сейчас еще можно встретить углубленные в грунт избы, небольшой приступок, но такая традиция сохранилась. Кроме того, что такая эволюция жилищ обусловлена климатически, также здесь видно влияние населения, пришествующего славянам, с которым они, очевидно, имели контакт. По той простой причине, что в древностях местных балтов именно наземные срубные жилища были в ходу. Землян у них практически не было. Из хозяйственных сооружений, прежде всего, зерновые ямы, но их я не стал изображать, ямы себе все представляют, отличаются от обычной ямы, она только тем, что имеет душевидную форму, то есть узкую горловину и расширяющиеся стенки, где, собственно, хранили зерно. Где, собственно, хранили зерно. Вот наиболее характерные хозяйственные постройки для того времени. Вот представлены хозяйственные орудия славян. На тот момент вещи весьма расхожие на территории Восточной Европы. Классические серпы, земледельческие наральники, ножи. Эти вещи, они имеют очень широкие аналогии. Практически на территории всей Восточной Европы они распространены, ну, скажем так, Восточная Европа уже тогда представляла из себя вполне себе сложившееся геополитическое пространство. Элементы конской убрижи, найденные на славянских памятниках, имеют аналогии, скорее, в степных древностях больше, потому что всадничество не было распространено среди славян и связаны подобные находки больше с существованием некой военной дружины на территории Паучья. И вещи, которые непосредственно с этим связаны, стремена, псалии, пряжки убрижные, они имеют степное происхождение и, скажем так, заимствовались от кочевых народов славянами. Предметы вооружения, чаще всего, шире всего представлены топорами железными, которые имеют, разумеется, двоякое назначение, и как боевые, как оружие, и как бытовые предметы необходимые в строительстве, наконечники стрел, которые также имеют весьма широкие аналогии в древностях Восточной Европы. Ну, копья распространены очень слабо на территории Верхнего Паучья, и вообще славяне копьи использовали того периода, копьи использовали мало, во всяком случае находок немного, только буквально два наконечника копья было обнаружено на территории Верхнего Паучья славянских. Украшения, представленные, прежде всего, самое распространенное украшение – это серьги. Указка сломалась, поэтому я подойду. Это самые расхожие, это банальные серьги, серьги, сделанные из проволоки, которые, в общем-то, не имеют никакой половой идентификации, поскольку были обнаружены и на мужских костяках, и на женских, в том числе, в том числе, имеют также весьма широкие аналогии браслеты проволочные, которые имеют аналогии в северных культурах, особенно в скандинавских, трапециевидные привески, которые заимствованы из финноугорских древностей славянами, бубенчики, которые имеют салтово-маяцкое происхождение, то есть казарское, и бусы стеклянные, сердоликовые, которые также имеют весьма широкие аналогии того времени на территории Восточной Европы. Наиболее характерным элементом украшения для славян наших территорий того времени является так называемый височный полис. Много споров идет относительно их назначения, как, собственно, их применяли и носили в костюме, но вот большинство исследователей сходится на том, что все-таки они представляют из себя серьги. Это не какие-то нашивки на повязку головную, а именно серьги, которые носились в ушах. Ну а как шесть серьг одновременно надеть? Это же нереально. На гостяках супуских шесть височных колец, причем приличного размера, 32 мм ранее диаметра, и нереально надеть шесть сережек, я вам как женщина говорю. То есть вероятность его были и серьги, но от размера, а все остальное все-таки носилось не как серьги, позвольте с вами согласиться. Поэтому, ну это не со мной, это спор среди исследователей идет до сих пор. Наиболее орфаичные виды данных украшений происходят с черного городища в Калужской области. Это представляет из себя довольно простые грубые украшения. Но со временем они эволюционировали. И вот уже в более сложные формы идет, скажем так, поиск новых форм. И в итоге они эволюционированы, чтобы более поздние, семилопастные пальца. Кроме того, в одежде использовались так называемые фибулы слева. Это застежки для плащей. Фибулы самые простые, расхожего типа. Подковообразные фибулы, так называемые они. Они очень широко распространены в древности того времени, практически среди всех этносов на территории Восточной Европы. Пуговицы медные имеют более северное происхождение. И песни, заимствованные из, скажем так, хазарской моды того времени, поскольку, как мы уже говорили, славяне значительно родинской культуры находились под хазарской администрацией. Кроме того, на поселениях в большом количестве представлены костяные изделия. Изделия из кости представляют из себя наиболее частые находки. Это так называемые острогалы или бабки. Они использовались для игры в кости. Возможно, это была какая-то азартная игра того времени, потом она уже превратилась в детскую забаву. На данных острогалах нанесены насечки различные, которые, видимо, определяют степень их достоинства, некий номинал. Кроме того, существуют находки амулетов из зубов животных, которые, очевидно, носились на шее. Из ребер мелкого рогатого скота делались кочадыки для плетения лаптей. Ну и вот существует единственная отводка некой антропоморфной костяной фигурки. Возможно, это была заготовка под излояние человека. Глиняные шиферные прясница в большом количестве находятся на славянских памятниках. Это один из элементов предельного производства. Делались они часто из розового шифера. Ну и в большинстве они делались из стенки сосуда. Но из стенки славянского сосуда, которые я вам потом позже покажу, трудно что-либо сделать. И они в основном делались из стенок сосудов балских, осколки которых славяне находили на тех поселениях, где сиделись. Они очень хорошего качества, потому что славянские сосуды ужасного качества. Очень плохой тесто, сильный крошечный. Ничего сделать нельзя. Накодки торгового инвентаря. Встречаются довольно часто. Это арабские монеты серебряные, дельхемы. В большинстве династий абасидов, которые как раз относятся к концу 8-9 веку, в довольно большом количестве находятся на славянских поселениях и служат весьма серьезным датирующим моментом. Известны также на гранище супруты, правда, в основном, на фотке торговых гиль. И нанесенный на них рисунок, это похоже на арабскую дачу, на самом деле является их номиналом. Ну, насчет номинала исследователь до сих пор спорит, пытается это дело расправить, но мнения разные. Очень большой пласт материальной культуры представляет из себя керамическое производство, а именно сосуды. Это самый массовый материал, он есть на всех памятниках, его сюда много. Основные формы представлены на данном изображении славянских сосудов и представляют из себя либо вытянутые горшки вытянутых форм, конусовидные горшки, либо горшки округлобокие, также вытянутых форм. Встречаются миски керамические, встречаются сосуды предельностых форм. Ну, существуют еще единичные находки славянских сковородок, но они в совсем фрагментированном виде. Их довольно редкая находка. Характеризуются данные сосуды прежде всего... Ну, на изображении они выглядят красиво, поскольку их главная задача изображения подчеркнуть их форму. На самом деле они, конечно, ужасного качества, очень толстостенные, из очень грубо сформованного теста, имеют очень крупные примеси и зачастую даже рассыпаются в руках. Поэтому, собственно, из них прячется вырезать практически невозможно. А в связи с чем, вот такая утеря вот этого пласта, изготовление, да, гончарной керамики? Казалось бы, да, был хороший опыт. Балты делали увеличенную керамику. А эти ребята почему? А эти ребята, почему не были без руки? Дело в том, что балты делали хорошую керамику, но тоже липную. И они с балтами-то не очень общались. Это славянская традиция. Даже если брать... Да, даже если брать совсем уж древнюю славянскую киевскую культуру, так называемую, 5-го века, 3-5 века нашей эры, у них точно такая же керамика. Она различается по форме, но по отечественному качеству идентичнее. Ну, это какая-то славянская традиция. Более того, на тот период времени, как я уже говорил, Восточная Европа имеет, представляет собой единое геополитическое пространство, такие сосуды я видел и в Вильнюсском музее, и на Волге, и они везде одинаковые. Это уже какая-то некая единая традиция создания ледной керамики. Как-то наши предки особо... А глина какая была? Белая, светлая или красная? Глина красная. Красная? Красная. Красная? Да. Потому что вот на гликополе, да, вот она светлая вся керамика, в основном. А тут вот смотри... Не, она красная. Просто глиняная, толстая, грубая керамика. Очень плохого качества. В общем-то, формы этой керамики, они от форм керамики днепровских славян отличаются не сильно. В общем-то, это носители той же самой культуры. А керамика является достаточно устойчивым во временном плане таким элементом. Но одно очень важное отличие и есть. Орнаментация. Орнаментация керамики славян на территории Поднепровья, на территории Подонья, то есть, собственно, некой митрополии, откуда вышли вот наши пауческие славяне, их отличает очень богатая гамма орнаментальных мотивов. Вот в таблице как раз представлены те орнаментальные мотивы, которые выделяются на территории Поднепровья, Подонья, славян, на территории славы культуры. Ну, где 49 различных орнаментальных мотивов. Когда славяне появляются на нашей территории, здесь культурная орнаментация керамики очень резко приходит в упадок. И у нас мы уже наблюдаем буквально 3-4 варианта орнаментов. Вдавление пальцами по венчику и нанесение узоров веревочным штампом по венчику и плечикам. Собственно, на этом орнаментальные мотивы у нас заканчиваются. Ну, с чем связано такое оскудение культуры орнаментации керамики, сказать сложно. Ну, очевидно, оторванностью от основных культурных центров ее производства, миграции на верхнем подруке. Ну, разумеется, славяне изолировано на данной территории не жили. Да, разумеется, они имели контакты с другими культурами, с другим населением. Это выражается в находках на славянских памятниках различных энергичных следов материальной культуры. Здесь представлены находки яйцевидной фибулы, браслета, крюка бронзового в виде головы дракона, держателя для удил. Эти вещи характерны для скандинавских древностей. И на данную территорию они попали, очевидно, в виде либо торгового обмена, либо каких-то вот подобных вещей, но скандинавского населения здесь не было, потому что более никаких следов скандинавских поселений здесь нет. ни керамики, ни каких-то массовых выпадений в слой находок того времени. То есть это какие-то единичные находки, связанные с импортом, связанные с торговлей. Кроме того, на памятниках в довольно приличном количестве, в том числе и в славянских постройках, находятся справа фрагменты амфорной керамики хазарской. Но, опять же, это говорит не о том, что хазары жили здесь совместно со славянами, потому что комплексов и построек, заполненных чисто хазарской керамикой, нет. Да и повседневной хазарской керамики находок практически нету, единицы. Это в основном находки керамики, как сказать, в общем, паранной, то есть очень хорошего качества, которая и в самом казахском канате была, скажем так, не на каждый день и не у всех. Поэтому, опять-таки, несмотря на то, что местные славянские керамики находились под хазарской юрисдикцией, вместе они, влядь, и сожительствовали, и вот находки сосудов и украшений, о чем мы говорили уже, песни с авторского облика, бубенчики, говорят о заимствовании, о импорте каких-то привозных вещах. С кем они действительно жили, скорее всего? Так это население, так называемые, носители мощенской культуры, то есть предшественников славян на данной территории, которые этнически определяются как балдское население. Ну, вообще, мощенская культура датировалась, край ее верхний хронологический был 7 век нашей эры, а славяне появляются здесь только в начале 9-го. И таким образом, долгое время существовала такая определенная хронологическая лакуна. А где, собственно, те 200 лет, на протяжении которых здесь не было никого? Или все-таки кто-то был? А памятников мощенской культуры этого времени неизвестно. Край 7 век. И вот только по каким-то косвенным вещам можно предположить о том, что все-таки остатки населения Балдского сохранялись до 9 века, и славяне с ними имели определенный контакт. Во-первых, можно что-то сказать по данным гидронимии, то есть название водных источников водоемов.